Девушки отдыхают Недавно Давид Манукян всерьез напугал фанатов. Популярный блогер записал видео из больничной палаты. Голова перебинтована, из-за сильного отека практически не видно глаз. Бывший Ольге Бузовой с трудом говорил, не мог встать с постели. Короче, ничего не говорил. Вчера была операция. Вроде все прошло хорошо. Давид поспешил успокоить поклонников, заявив, что хирургическое вмешательство не было серьезным. Спустя пару дней Манукян уже мог танцевать и записывать ролики. Почему ты попал в больницу? Потому что был плохим мальчиком. Оказалось, что Давид Манукян сделал липосакцию. Молодой человек решил избавиться от жировых отложений в области спины, живота и подбородка. Я об этом мечтал и давно, и это операция была необходима. Это слишком простой способ, никому не советую, ребята. На самом деле, последствия от этого намного страшнее, чем вы можете себе это представить. Поэтому не ленитесь, поднимите свою ж... и идите в зал. Но мы же не знаем его организм, может быть, ему нельзя садиться на диеты, допустим, да, может быть, есть какие-то хронические, не знаю, там, заболевания. Таки, когда ты занимаешься спортом, ты еще получаешь добавок здоровья. Когда ты приходишь к хирургу, ты получаешь наркоз, ты получаешь, может быть, какие-то последствия, синяки, реабилитацию. По словам врача Давы, блогеру не только откачали жир, но и сделали лифтинг нижней части живота. Стоимость такой операции начинается от 500 тысяч рублей. Прорисовали его же мышечный каркас. Теперь, я думаю, совсем скоро на концертах, либо в журналах мы будем лицезреть рельефное накачанное тело Давида Манукя. В данном случае проблем с лишним весом не было абсолютно. То, что он сам худел, занимался спортом, это все было прекрасно, но та проблема, о которой мы говорим, о которой мы его избавили, вот, связанная и с гормональными расстройствами, и генетика, и без хирургии он бы не справился. Но ради кого рэпер пошел на такие жертвы? В клинике Манукян провел почти неделю. Все это время поклонницы присылали Дави в палату цветы и сладости. Но, похоже, он ждал внимания только от одной женщины. Неужели вся эта суета выше человечности, шмотки, мероприятия, рестораны? Ведь один раз можно по-человечески прийти. После такого заявления подписчики не удержались от вопросов про личную жизнь Давы. Влюблен в кого? Уже нет. Уже все. И это несмотря на трогательные заявления Ольги Бузовой. Телеведущая недавно призналась, что ей до сих пор больно говорить о расставании с Давой. Почти два года я была верна, предана, любила одного мужчину. Я хотела до конца и навсегда. Всегда я считаю, в отношениях виноваты оба. Я очень любил человека. И чувства не проходят за день. Надеюсь, что правда найдется тот самый человек, который сможет сделать счастливым. Ольга Бузова и Давид Манукян расстались в январе. Их отношения продлились почти два года. Шикарные букеты, дорогие рестораны, модные тусовки и самые романтичные курорты мира. Казалось, пара счастлива. Но потом теледива сделала шокирующее признание. Мне ***. Я могу ошибаться. Простите меня. Все. Но вот сейчас так. Ольга Бузова рассказала, Дава оскорблял ее, изменял и даже бил. Правда, сам Манукян это категорически отрицает. Зачем ты ***? Неужели я стал еще так ***? Однако многие и вовсе считают, что вся эта история не больше, чем пиар. Давида уже не первый раз обвиняют в том, что он использует женщин. Почти по такому же сценарию развивались и отношения Давы с Кариной Кросс. Сначала она помогала ему стать блогером-миллионником. А потом он ее бросил. Девушка до сих пор болезненно реагирует на любые вопросы о Давиде. Это их жизнь, их мир, их любовь. И это касается только их двоих. Но вы же раньше дружили. Это было раньше. После расставания с Бузовой Дава ворвался в пятерку топовых блогеров России. А вот Бузова, несмотря на многомиллионную аудиторию, вообще не вошла в рейтинг. Очень вероятно закончился контракт, друзья. В 21 веке я ничему не удивлюсь. Сказали, вы будете вместе, вот вам бабла столько-то, да. И закончился контракт. И дальше уже от людей зависит, появились ли у них чувства или нет. Скучают они друг по другу или нет. Что толкнуло телезвезду в объятии Манукяна – большой вопрос. Но за эти два года у Давы не только стало больше подписчиков. Блогер также подружился со многими влиятельными артистами российского шоу-бизнеса. Его главным покровителем стал Филипп Киркоров. Дава танцует. И не переживает? Нет, и не переживает. Стильный, подтянутый Давид с гордостью сообщил подписчикам, что готовят несколько новых проектов. Кажется, обновленный Манукян уже готов разбивать женские сердца. И теперь не только обаятельной улыбкой, но и шикарной фигурой. Ольга Бузова возобновила тренировки по боксу. Сложно даже представить, что было бы с Давой, а кажись он с ней на одном ринге. И только поклонники звездной пары все еще не теряют надежды. Они уверены, что перемирие возможно. То Манукян фотографируется в том же дворе, что и Бузова, то на снимке у блогера ковер, прямо как у Ольги в квартире. Неужели они снова вместе? Или Дава просто боится, что без Ольги Бузовой про него забудут? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова